Приветствую всех, это Уильям Амзалак, и я приглашаю вас в наш восьмой эпизод Janess Longevity TV. Janess Longevity TV Сыворотка LUMINES была разработана пластическим хирургом и дерматологом доктором Натаном Ньюменом. Он работал в Бейверли-Хиллз, Лос-Анджелес, и был пионером в использовании технологии стволовых клеток. Он стал очень знаменит благодаря запатентованной технологии под названием лифтинг стволовыми клетками. Идея использования стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, пришла доктору во время проведения липосакции. Как специалист, изучающий стволовые клетки, он знал, что брюшной жир является самым лучшим хранилищем стволовых клеток. И ему было очень жаль, что эти драгоценные клетки после липосакции просто выбрасываются в мусор. Проблема заключалась в том, что оборудование, используемое для липосакции, было слишком агрессивным, и при его использовании стволовые клетки не могли выжить. Тогда доктор решил разработать специальное оборудование и определенную процедуру для аккуратного извлечения жира без разрушения стволовых клеток. Жир извлекается вручную при помощи шприца, затем отделяется от стволовых клеток при помощи процесса, который называется «центрифугирование». В стерильной обстановке стволовые клетки заново вводятся тому же пациенту, у которого был взят жир. Процедура повторного введения клеток подчинена особым критериям и преследует определенные цели. Доктор Ньюман стал очень известен. Пресса заинтересовалась его клиникой, потому что результаты были просто невероятными. А тот факт, что он работал в Беверли-Хиллз, мекке голливудских звезд, сделало его еще более знаменитым. Но какое отношение это имеет к Джинесс? Мы не можем использовать эту процедуру, поскольку она носит медицинский характер. Какая же здесь связь? Связующим звеном стал Рэнди Рэй. Он был пациентом доктора Ньюмана. Рэнди готовился к операции на колени, но для начала хотел попробовать инъекции стволовых клеток. Именно с этой целью он и посещал офис доктора Ньюмана. Однажды, когда Рэнди ждал приема в клинике доктора Ньюмана, он увидел маленькую бутылочку на столе доктора и сразу же подумал, что это сыворотка, содержащая стволовые клетки, которая позволит дополнить его лечение. Рэнди увидел в этом огромную возможность и спросил доктора Ньюмана, может ли он получить лицензию на продажу стволовых клеток. Натан улыбнулся и сказал ему, «В этом флаконе нет стволовых клеток, потому что стволовые клетки — это живые клетки, и как только они извлекаются из привычной среды обитания и не помещаются в специальный питательный гель, они погибают». Рэнди очень расстроился, но Натан поделился с ним и хорошей новостью. В этой сыворотке нет самих стволовых клеток, но все, что есть в этой сыворотке, создано стволовыми клетками. Рэнди спросил, что это означает «создано стволовыми клетками». «Сыворотка — это побочный продукт стволовых клеток. Она наполнена факторами роста», — сказал Ньюман. Рэнди никогда не слышал о факторах роста. Ему приходилось слышать о гармоне роста, но Натан сказал, что это не имеет ничего общего с факторами роста. Так что же они такое? Как они работают? И как они связаны со стволовыми клетками? Чтобы понять, как работает сыворотка, очень важно понимать разницу и связь между факторами роста и стволовыми клетками. Во-первых, разница заключается в том, что факторы роста — это молекулы, а не живые клетки. Молекулы могут выживать вне тела человека. Их можно наносить на кожу, и они будут работать. А стволовые клетки — нет. Во-вторых, связь между ними заключается в том, что факторы роста — это сигнальные молекулы. Они выделены из стволовой клетки для того, чтобы сообщить сигнал клеткам кожи. Каждый фактор роста обладает своим специальным сигналом, который приводит к определенной работе внутри клетки кожи. К примеру, сигнал трансформирующего фактора роста бета стимулирует выработку коллагена. Фактор роста кератиноцид подает сигнал, который стимулирует рост эпителиальной клетки. Сигнал фактора роста интерлейкин уменьшает воспалительный процесс. Все факторы роста работают совместно для восстановления, замены или регенерации клеток кожи при нанесении на нее. Теперь давайте вернемся к сыворотке Luminess. После извлечения стволовых клеток из жировой ткани доктор Ньюман помещает очень небольшое количество клеток в питательный гель и ждет несколько дней. Что делают стволовые клетки, пребывая в этой питательной среде? Они очень быстро размножаются и постоянно общаются между собой. О чем они говорят? Они говорят о факторах роста. Если говорить подробнее, они посылают огромное количество сигналов за пределы клеток, выделяя множество факторов роста в питательный гель. По истечении нескольких дней доктор Ньюман извлекает питательный гель, который содержит факторы роста. Он фильтрует гель, удаляя все стволовые клетки и... и все. Это все, что содержится в нашей сыворотке. Более двухсот видов различных факторов роста. Больше ничего. Какое действие они оказывают на кожу? Они стимулируют все биологические процессы, которые позволяют тканям кожи восстанавливаться и регенерировать. Как это работает? Сыворотка Luminase воздействует следующим образом. Она уменьшает появление морщин благодаря синтезу нового коллагена. Она сокращает появление возрастных пятен и помогает бороться с пигментацией. Она уменьшает покраснение кожи. Улучшает текстуру кожи и ее эластичность. Делает кожу мягкой и упругой. Она удобна и проста в использовании. Наносите сыворотку дважды в день на предварительно очищенную кожу. Нанесите небольшое количество сыворотки на лицо и шею, а затем, когда она впитается, нанесите дневной или ночной крем. Сыворотка Luminase — эксклюзивный продукт компании Genes. Ни один продукт на рынке не сравним с ней. Меня зовут Уильям Мзелак, и я представляю поколение молодых. Увидимся в следующем эпизоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова